Лёша шёл в приют за собакой средних размеров. Ещё бы, в однушке какому-нибудь волкодаву было бы просто тесно. Но Мишка его покорил сразу. Крупный, но робкий пёс сидел немного в стороне от своих собратьев и смотрел на посетителей добрыми, но необычайно грустными глазами. Это Мишка, он когда-то был домашним. А потом то ли дети в семье появились, то ли переезд. В общем попал к нам, пояснил Лёша волонтёр. Уже второй месяц у нас живёт. Людей не боится, с другими собаками лазит, но не очень любит играть. Таких редко берут. Во-первых, уже взрослый, чаще берут щенков. Во-вторых, крупный, хоть раньше и жил в квартире. Лёша ещё недолго походил по приюту, а потом ещё раз обернулся на Мишку. Тот сидел в своём вольерчике и как-то по-человечески вздыхал. Тогда всё и решилось. Через час Мишка уже настороженно ходил по квартире и обнюхивал свою новую лежанку. Она явно была мала. «Уж извини, я не ожидал, что ты будешь размером с медведя», – пожал плечами Лёша. «Завтра прикупим тебе лежбище по размеру, а эту ночь придётся тебе здесь умещаться». Мишка, кажется, и не был против, он уютно вернулся, почти как кот, и продремал до вечера. На вечерней прогулке вёл себя по-джентльменски, будто ему вовсе не нужен поводок. Даже соседских кошек удостоил лишь презрительным взглядом, но не гавкнул. На ночь Мишка покорно пошёл на своё ложе, видимо, уже успел привыкнуть. Какое-то время покряхтел для приличия, как это полагается большой собаке, и через пару минут уже оглашал комнату мерным сопением. Уснул и Лёшка. Посреди ночи парень проснулся от неприятного ощущения, что на него кто-то смотрит. Открыл глаза и увидел прямо перед собой собачью морду. Мишка не позволил себе запрыгнуть в постель к хозяину, но морду всё же положил на простынь. «Ты чего, проголодался? До утра потерпи, а пока иди спать», – буркнул Лёшка и закрыл глаза. Пёс в ответ лишь вздохнул, но уходить не спешил. Лёшка сквозь сон вынул руку из-под одеяла и осторожно погладил Мишку по голове. Того, видимо, это полностью устроило, ведь он тут же поплёлся обратно к себе. За ночь такое случилось ещё два раза. Утро началось с завтрака. Лёшка жевал яичницу, Мишка меланхолически хрустел кормом. «Тебе что, снились плохие сны? Или ты всё бегал удостовериться, что со мной всё в порядке? Уж не случилось ли чего во сне с твоим предыдущим хозяином? Или ты хотел убедиться, что я никуда не ушёл? Или в душу смотрел?» – накидывал версии Лёшка. Ответа он по понятной причине не получал. Зато понял, что за неполные сутки успел привязаться к этому немного неуклюжему и грустному псу.